Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очень простой стример, который можно изготовить, будем говорить так, имея пять перышек. Я буду изготавливать стример на крючке Джексон двоечка. Он с отогнутым жалом в сторону, что немаловажно для ловли хищной рыбы. Величину избрал специально такую большую для того, чтобы отсеять мелкую рыбу. Промажем немножечко цевьё клеем и начнём изготавливать. Этой огрузки мне вполне будут достаточно латунного шарика белым цветом, так как мне необходимо облавливать небольшие глубины. Ну, если использовать дополнительную огрузочку, можно достигать трёх-пяти метров. Закрепили. Дальше мы никуда не передвигаемся. Я взял вот такие обыкновенные домашние курицы, которые выросли у соседа, четыре пёрышка. Подобрал их приблизительно по размерам, как мне надо. Сложил друг к другу выгнутыми сторонами. И теперь я не обрываю пуховой части. Складываю вот в такой симпатичный пакетик. Выбираю для себя ту длину, которую мне необходимо для того, чтобы у меня стример мой выглядел стримером. Вот я посмотрел приблизительно равен длине, как вы видите. И здесь же ничего не отрываем. Ещё раз проверим наши пёрышки, как они держатся. Так как вы изготавливали мотоку, только единственное, что мы перья не отрываем. Приложили. И сверху, в точке, где мы оставили нить, вот так начинаем подхватывать. Пальцами держим в одном месте, чтобы у нас крыло ни влево, ни вправо не ушло. Посмотрели. Вот наши хвостики находятся сверху. Вот как вы видите, все находятся сверху и ни влево, ни вправо у нас не ушли. И теперь только мы с вами можем вот эту оставшуюся часть отрезать. Удалили. Не выбрасываем, они навсегда пригодятся. Для привлекательности я возьму парочку волокон блестящего плоского голографического люрекса. И совсем-совсем немножечко по обе стороны уложу по парочке волокон. Сама расцветка наша тигровая будет уже привлекать нашего окуня. Плюс еще мы добавляем немножко блестящих элементов. Как многие утверждают, вроде бы из пера все стримера и мушки недолговечны. Но я вам могу сказать уже с проверенной уверенностью о том, что вот такая мушка спокойно выдерживает в зависимости от того, как ее терзать будет хищник от трех до пяти поклевок. Если без поводка, то достаточно одной поклевки, чтобы вы ее потеряли в зубах у щуки. Вот так. Вышел у нас вот такой хвостик. И теперь мы ничего больше не делаем, никаких привлекающих элементов, кроме как возьмем немножечко на месте крепления пера, которым будем выполнять опушку. Я провяжу немножечко красным даббингом. Совсем, совсем-совсем чуть-чуть. Можно красным, оранжевым, как вы выберите для себя, но желательно, чтобы было это ярким, для того, чтобы это было обозначено хорошо, точка атаки. Можно закрепить, обмотать и красным пером, но учитывая то, что я хочу вам показать, что мушку можно изготовить и ловить рыбу, не заходя в специализированный магазин. Поэтому мы будем использовать те материалы, которые мы можем найти дома. Вот так, немножко не доходим, оставляем вот здесь у колечка, и я беру перышко точно так же с домашней курицы, которая вот бегала у соседа по огороду. Можно изготавливать и специализированным пером, если у вас имеется. Я просто показываю вам из чего можно изготовить. Убрали, закрепим. вот всех пока этих блестящих элементов нам вполне будет достаточно. Единственное, это если вдруг по какой-либо причине перо будет недостаточно иметь такое большое количество обородок, что опушка выйдет скудненькая, можно поставить два перышка и замотать их сразу. Вот так немножко не доходим, оставляем вот здесь у колечка и я беру перышко точно так же с домашней курицы, которая вот бегала у соседа по огороду. Можно изготавливать и специализированным пером, если у вас имеется. Я просто показываю вам из чего можно изготовить. Убрали, закрепим. Вот всех пока этих блестящих элементов нам вполне будет достаточно. Единственное, это если вдруг по какой-либо причине перо будет недостаточно иметь такое большое количество бородок, что опушка выйдет скудненькая, можно поставить два перышка и замотать их сразу. Уводим все бородочки и проматываем возле возле шарика. Доходим до пухового пера и здесь закрепим. остатки пера отрежем. Промажем нитку клеем и сделаем завершающий узел. вот и все. Наш с вами уловистый стример вот в таком немножко неказистом виде. это простуда. в неказистом виде готов к рыбалке. Как вы видите изготовить довольно таки просто. Материалы все находятся у вас под руками под ногами. пожалуйста пробуйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. встречи.